МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Жительница Ачинска попала в травмпункт после визита на почту. Крыльцо у них сломанное. Теперь я сломанное. Смотрите, как отреагировали в почте России. А еще будет совет адвоката, как действовать в таких случаях. Народный мэр Анна Ахметова попала в полицию. Фото фаз и профиль опечатки. Расскажем, что случилось. Приготовили для вас обзор на выходные. И готовимся отдыхать посреди рабочей недели. Будет фестиваль еды. Пошла на почту, очнулась в гипсе. С такой историей обратилась к нам жительница Ачинска. Она просто очень качественно упала с этих ступенек, которые, смотрите, в каком состоянии находятся. С нашей героиней мы встретились уже в травмпункте. Одна сломана, а на вторую связки повреждены. Сходила на почту. Снова выйти из дома Анна смогла через месяц. И то в больницу. Все случилось в конце июня. Говорит, в тот день отправляла заказное письмо на главпочтамте. Стала спускаться по их крыльцу. Споткнулась, упала и повредила две ноги. Крыльцо у них сломанное. Там крепили покрытие антискользящее. Еще зимой. Оно было закреплено деревянными рейками. И вот эти рейки уже были в таком состоянии. Они уже начали гнить и отходить от ступенек. Вот за одну из этих рейок я запнулась. И так вот получилось. Анна рассказывает, помогли ей две женщины. Вызвали руководство почты, а опасные деревяшки тут же убрали. Скорую на место ЧП вызывать не стали. Анна сама доехала в травмпункт. Говорит, планировала отпуск в июле. Теперь путевка пропала. Неизвестно, сколько еще пробудет на больничном. Ну и вот, как прокомментировали эту ситуацию в Почте России. Ответ мы получили по СМС. В текущем году в Ачинском почтамте не зарегистрировано ни одного случая получения травм и иных телесных повреждений клиентами почтовых отделений. В июне было зафиксировано устное обращение клиентки по поводу состояния крыльца главпочтамта Ачинска, которое будет отремонтировано в ближайшее время. У Анны из доказательств, что ЧП произошло именно на опасных ступеньках почтамта, есть квитанция. Свидетели и выписка из травмпункта, где описаны обстоятельства происшествия. Адвокат Евгений Новиков говорит, в таких случаях каждая из сторон доказывает свою правоту. Чтобы у пострадавших было больше шансов в споре, дает совет. Надо вызвать скорую, чтобы скорая просто увезла оттуда и сделала какие-то действия. Они приедут, они зафиксируют факт, место вызова, увидят где это. Ну, желательно каких-то людей понять, хотя бы там телефон их собрать, чтобы были какие-то свидетели, которые покажут, что вы упали именно в этом месте, и что именно травма здесь произошла. Адвокат советует вначале написать претензию, чтобы мирно решить конфликт с хозяином опасного места. Если переговоры не удаются, то потерпевшие вправе обратиться в суд. Примеры, когда пострадавшие выигрывают такие дела, есть. В прошлом году, говорит Евгений Новиков, женщина, сломавшая руку на ступеньках супермаркета, получила компенсацию. Также управляющая компания выплатила ущерб жителю, который оступился в подъезде на сломанной лестнице. Героиня нашего сюжета тоже собирает документы в суд. Такое место, где бывает очень много народу, крыльцо должно быть в порядке. Это все-таки общественное место, не частный дом. Наталья Сусанина, Вильдан Калимулин, Телеканал ОСА. Сканирование сетчатки, глаза, дактилоскопия, эти новомодные слова молниеносно влились в нашу обыденную жизнь. Но мало кто знает этот процесс полностью. Сегодня съемочная группа Телеканала ОСА пройдет от А до Я этот процесс. Ну и узнает вообще зачем нужен весь этот процесс и вообще зачем узнавать человека по отпечаткам пальца. Поехали! Небольшой кабинет, строгая обстановка, все по четким контролям. Процесс дактилоскопирования весьма легкий. Вся процедура занимает порядком получаса. Но для начала... Я сейчас оставляю свои отпечатки пальцев. Хочу провести тактилоскопию. Спасибо. Заявление заполняется стандартное. Потом сканируется большой палец и идет проверка на поиск вашей личности в базе данных. У процедуры есть два способа. Принудительное – это когда в полицию поступают люди за разные преступления. И как у меня – добровольное. Отмечу, что с начала этого года я девятый человек, который пришел добровольцем оставить свои пальчики в базе МВД. Для чего все это нужно? К примеру, человек потерялся или, не дай бог, с ним что-то случилось. По отпечаткам пальцев быстро и более точно можно узнать того или иного гражданина. Как говорят сотрудники полиции, с помощью сканера «Папилон» стала работать быстрее. Именно эта машина вмещает в себе огромную базу людей. В ней есть вся информация – пол, рост, цвет глаз, возраст, адрес и личные данные. Ну, теперь боком встаньте. Ну и как же без фотографий? Профиль, анфас. Потом ваши пальчики улетают в сердце сканера. Думаете, все? А нет. Самое интересное – впереди. Да, электронная в красновеску ушла. Теперь черновая. Старые добрые чернила. Лис прономеровано бумаги, и мои пальчики по старинке откатывают. По словам сотрудников полиции, в этой жизни никто не застрахован от разных жизненных ситуаций. Так что, если у вас есть время, приходите на дактилоскопирование. Записаться на бесплатную процедуру. Можно как в отделении полиции, так и на сайте госуслуг. Госуслуг Анна Ахметова, Витяна Калимулин, телеканал «ОСА». Сум, одежда и обувь для всей семьи. Сэкономить можно, делая покупки в одном месте. Спешите скидки до 50%. ТК «Сум» – бывшая обувная фабрика. Внимание! В магазине постоянных распродаж «Шок цены». Самокат двухколесный – 150 рублей. Скейтборд – 75. Мяч футбольный – 60 рублей. Палатка двухместная – 300 рублей. Лодка надувная – 450 рублей. ЖК-телевизор – 32 дюйма – 8 499. Магазин постоянных распродаж. Седьмой микрорайон 2А. Магазин «Оргтехника деталь». Продажа принтеров и картриджей. Ремонт лазерных принтеров. Заправка картриджей для лазерных принтеров. Микрорайон 7, дом 9. Переспрашиваете? Плохо слышите? Команда квалифицированных специалистов вернет ваш слух всего за один час. Запишитесь на бесплатную консультацию по телефону 30100. Аудионика. В Вачинске за последние полгода задержано 367 пьяных водителей и 56, севших за руль в этом состоянии повторно. Напомним, наказание за езду на веселе – штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет. За передачу руля пьяному водителю и отказ от прохождения медосвидетельствования – то же самое. А вот в случае, когда водитель пьян и не имеет прав, его ждет арест до 15 суток. Для уничтожения конопли из городского бюджета выделено 188 тысяч рублей. Полицейские выявили 300 мест, где она растет, и дали властям короткий срок, чтобы уничтожить вредное растение. Замечу, ежегодно мэрия тратит сотни тысяч рублей на борьбу с коноплей. Растения просто косят, а затем уничтожают. Но она снова вырастает. Депутаты горсовета предлагали найти более эффективные методы, но все осталось по-прежнему. Синоптики не знают, когда жителям края станет легче дышать. В начале недели они заявляли, что ветер и ливни в четверг смоют дымку. Но теперь признаются, пожары надымили так, что смог кружит над регионом и возвращается к нам же. По данным лесопожарного центра, на утро 26 июля в Красноярском крае горят леса почти на 900 тысяч гектаров. Судя по сводкам, площадь их растет ежедневно, почти на сотню гектар. Ранее министр лесного хозяйства заявил журналистам, что пожары в трудодоступных местах они не тушат, потому что затраты исчисляются миллиардами, а ущерб всего лишь на десятки миллионов. В интернете красноярцы пишут петиции и требуют активных действий от власти региона. Фонтан в сквере Металурков закрылся на ремонт. По нашей информации, сломался насос, подающий воду. Причем это уже вторая поломка. В мае насос заменили почти за 200 тысяч рублей, а он опять вышел из строя. Ориентировочно ремонт фонтана завершится 31 июля, сообщают в пресс-службе мэрии. Друзья, всем привет! Рабочая неделя, к счастью, закончилась, а потому мы уже готовы рассказать, где круто проводить время и здорово отдыхать. Итак, афиши на выходные. Поехали! Ну что, Ачинцы, пришло время веселиться. Наконец-то приехал цирк Шапито, да еще и с новой развлекательной программой Кураж. Для вас уже готовы выступить акробаты, эквилибристы, воздушные гимнасты и многие дрессированные животные. А обезьяны-наездники и танцующие бурые медведи не оставят равнодушными ни взрослых, ни детей. Так что успевайте приобретать билеты и всей семьей отправляйтесь на развлекательное представление. Спешим напомнить, что в Ачинске все еще много мест для катания на велосипедах и роликах. Для семейных прогулок отлично подойдет Парк Победы. Уединение обеспечит цветущий парк Троицкий, а экстремалов уже ждет Белая гора. Именно там по завершению пути откроется потрясающий вид на город. А еще на выходных можно отправиться на прогулку в лес. Наверняка после дождей вы сможете вернуться домой не с пустыми руками. Вперед за лисичками, груздями и белыми грибами. Вот только бывалые грибники с неохотой делятся урожайными местами. Так что найдите свое. Не забывайте о правилах посещения леса. Не оставляйте после себя мусор, не поджигайте траву и не забывайте тушить костер перед уходом. Относитесь к природе бережно. А теперь расскажем, куда можно сходить в Красноярске. Всех жителей и гостей города приглашают в Татышев парк в ночь с 27 на 28 июля. Там будут проходить соревнования по роллер-спорту «Ночные роллеры». Участников ждут с 10 часов вечера на выдачу стартовых пакетов и открытие соревнований. А в полночь все на старт. В эту же ночь пройдет награждение победителей и призеров. Для участия необходимо зарегистрироваться. Стоимость 250 рублей. Необходимо иметь при себе светодиодный фонарик и защитную экипировку. Телефон для справок 257-30-62. В воскресенье 28 июля с 12 часов дня на территории Покровского парка впервые будет проходить праздник русской культуры. Изучите огромный мир русского искусства. Познакомьтесь с традициями и обычаями, которые существуют в нашей стране испокон веков. Литература, музыка и живопись помогут погрузиться в атмосферу русской культуры. И, конечно же, организаторы подготовили конкурсы на самую длинную косу, самую длинную бороду и самый красивый сарафан. Принять участие смогут все желающие. Справки по телефону на экране. Принять участие смогут все желающие. Справки по телефону на экране. Но если хотите хлеба и зрелищ, то вам на Первый Вашинский фестиваль еды. Название говорит само за себя. Вкуснофест. Организаторы обещают необыкновенное веселье. В больших городах уже давно проводят разные фестивали, которые связаны с едой. Мы решили в нашем городе провести такой. Попробуем в небольшом масштабе, в тестовом режиме. Если горожанам понравится, то надеемся завести традицию. 31-го в Парке Победы в 18 часов мы ждем всех горожан. Вход абсолютно свободный. Гостей накормят самой вкусной едой. Дадут кулинарные мастер-классы и даже расскажут о спортивном питании. Только не забудьте взять с собой денег, потому что на фестивале не будет дегустаций. Зато вас ждет много развлечений для взрослых и детей. Живая музыка и настоящее кулинарное шоу. Ну как можно пропустить такое событие? Вот такую афишу для вас мы приготовили сегодня. Звоните друзьям и проводите вместе весело время. Заряжайтесь энергией на следующую рабочую неделю. Вероника Придеина, Иван Суканов, телеканал ОСА. Всем прекрасных выходных. Пока! Аптека всем рекомендует. Для улучшения результата от тренировок L-карнитин, спорт-эксперт, гель от растяжений и ушибов, горячий лед, омега-3, фирмы Салгар. Аптека всем. Первый микрорайон, 36Г. В приюте, доброе сердце, работает ветеринарный кабинет. Все виды ветеринарных услуг. Диагностика, лечение, операции. Телефон 5-61-16. Столовой требуется управляющей. Зарплата 30 тысяч рублей. Телефон 8-902-918-0049. Компания Синт представляет. Новые тарифы. Новые возможности. Твой выгодный интернет со скоростью до 200 Мбит в секунду. Выбери свой тариф. Все подробности узнавайте на сайте и в офисе оператора. Спонсор авторского прогноза погоды – компания Енисей Агра. Привет. Привет. Сегодня авторская погода. Слушай, уже второй месяц лета заканчивается, а я так и не успел отдохнуть. У тебя как с отдыхом? Я тоже не особо успела. Давай так. Мы сегодня попользуемся немножко магией. Кстати, твоей, да? Ты щелкаешь пальцами, и мы отправляемся в любую точку, куда ты захочешь, но только в пределах Ачинска. А давай, хочу к воде. Класс, природа, водичка, лето. Чего еще надо, а? Ты что одна-то свалю? Надо вместе щелкать, вместе, понимаешь? Раз, два, три, хоп, щелкнули, и появились оба. А я тебя искал там полчаса, щелкал, блин, пальцами. Ладно, договорились. Ну и как тебе вода? Класс, сейчас поискупаться. Ага, самое время прохлада, дожди. Вот так вот покупаться. Еще комары. И вообще у нас в Ачинске разрешенных мест для купания нету. Ну а что ты предлагаешь? Я даже не знаю. Я думаю вообще вечером погулять. Вечером погулять? Да, вечером погулять. Ну не знаю, так себе. Хорошо так себе. В руку поднимай. Вон, смотри, как круто вечером погулять. Красота, лето еще. Ничего особенного, это каждый день гулял. Лучше бы дома посмотрела фильм какой-нибудь, в плед укуталась. Скучно тебе? А хочешь, я тебе кое-что покажу? Ну давай. Ну что, как тебе, весело? Ну это, конечно, классно, но все равно неинтересно. В смысле неинтересно? Ну и куда мы дальше поедем? На воде мы уже были, вечером погуляли. Фейерверк я тебе устроил. Что еще надо? Ну не знаю, может быть в кафе. Ну в принципе фейерверк у нас все равно уже потух. Поэтому мы... Что мы опять? В кафе. Ну давай опять вместе только, а то ты опять ночевыми одна улетел. Ладно, давай. Раз, два. Это дело. Можно и посидеть, кофе попить и по душам поговорить. Ну поговорить. Да, можно и посидеть можно. Ну вот летом кушать только совсем неохота. Поэтому в кафе, наверное, ходить тоже часто не придется. Ну разве что кофе. Ну кофеек это, конечно, дело хорошее. Ну посидеть можно и просто на лавочке. На лавочке. Скажи еще семечек взять. Семечек брать не будем. А вот на лавочке, по-моему, все и всегда сидели. И ничего в этом позорного нет. Ну да, я сидела. Ну и что, со мной не посидишь? Не говори. Знаешь, я сегодня и у водички побыла. И вечером погуляла. И даже сходила в кафе. Ну вот как-то она... Да и вот как-то без разницы. Пока лето надо гулять. И ходить по улице, наслаждаться. А то зимой потом мерзнуть в куртках ходить вообще не комфортно. Ну а мы вам желаем удачных выходных, хорошего настроения и почаще улыбаться. Ну лето же. А с вами был Иван Цуканов. Мария Липченко. Телеканал ОСА. Спонсор авторского прогноза погоды – компания Енисей Агра. Енисей Агра. Покупайте всегда качественное мясо курицы, свинины, говядины. Оптимы в рознице. Енисей Агра. С нами вкусней. Улица Кирова, 3. Территория Крайбазы. Склад 10. Первый конкурс – это те, кто смотрит нас в телевизоре. Для тех наших подписчиков, кто пришел, приполз, заковылял до своего любимого дивана после рабочего дня, сделал один маневр пульта, нашел телеканал ОСА, ну и, конечно же, начал смотреть выпуск новостей в 20.00. Вот сейчас, внимание, сейчас начинается самое интересное. По всему выпуску вы должны искать, к примеру, слова, составлять из них слово. Если быстро составили, то незамедлительно отправляйте это слово в СМС-сообщение по номеру, который вы сейчас видите на экране. Но сейчас важная информация. Мы принимаем и засчитываем ответ, если вы прислали сообщение в СМС. Запомните это. Ну и, конечно же, до 21.00. Ну и тот человек, который составит за неделю больше всего правильных ответов, и станет победителем в номинации «Люди в телевизоре» и «Слово в телевизоре». Так что дерзайте, дорогие мои. Ну а теперь для тех, кто вообще не любит игры «Угадайка» и ленится использовать свои зрительные навыки, тогда этот конкурс специально для вас. Конкурс на самую лучшую новость от подписчика ВКонтакте или Инстаграм. Здесь правила очень простые. Если вам есть что рассказать, поделиться с нами городскими наблюдениями или просто злободневными событиями, или предложить интересную и актуальную новость для новостного сюжета, тогда, мои хорошие, пишите в сообщениях, пишите ВКонтакте, в Инсте, в Директ или в Вайбере по номеру, который видите сейчас на экране. Просто пишите и делитесь, говорите, говорите, не стесняйтесь. Это самое главное, потому что у нас с вами одна цель – сделать наш Ачинск чуточку лучше. Ну а победителя за лучшую новость мы будем определять каждую пятницу. Так что дерзайте и не упустите шанс. Короче, подвожу итог, чтобы понять, тут каждый смог за активность. Приз вам в руки, чтобы не знал наш зритель скуки. Правила одно у всех. Смотри, дерзай и жди успех. Редактор субтитров А.Семкин